здравствуйте дорогие зрители вышивальщицы и вышивальщики сегодня я хочу ответить на вопросы тега вышивка цена вопроса автор юлия бордо видео сопровождением к моим ответом будет видео по запросу от тани йорк она просила меня показать как я вышиваю накладной конве только вблизи чтобы было видно как там наверное вкалывается иголочка этот процесс который я который будет сейчас идти на экране он был сделан в декабре то есть я вышивала в декабре это хлопчатая бумажная ткань а точнее наволочка для маленькой подушки для мужа в общем неважно и на ней я просто вышла такой небольшой сюжет ну скажем так украсила небольшим сюжетом наволочку для подушки сюжет был взят из французского журнала кретион пан де круа ну кому интересно тот может смотреть видео вместе с также с тем что будет слушать мои ответы но кому не интересно может просто повышевать и послушать что я вам расскажу как я буду отвечать на вопросы юли и так начнем первый вопрос доставляет ли вам удовольствие покупки и видео о покупках ну хочу сказать что в прошлом году я действительно сделала очень много покупок и конечно любая покупка это удовольствие это сюрпризы своего рода когда ты покупаешь что-то новое что-то тобой еще не испробованная это всегда сюрприз это всегда новые впечатления но то же самое наверное касается набора наборов от каких-то новых производителей и я хочу сказать что прошлый год у меня был просто ну очень богат на покупки я потратил огромную сумму денег на покупки мне даже страшно считать сколько денег потрачено было в общем то основной запас который мне есть был сделан в прошлом году в этом году у меня даже нет желания что-то покупать не знаю наверное это произошло какое-то присущение у меня нет каких-то определенных хочу шик в плане покупки наборов но совершенно абсолютно все ровное отношение ко всему никаких аксессуаров мне не надо ничего вот абсолютно ровное отношение к вышивальным покупкам видео покупках мне тоже было очень интересно смотреть как раз таки наверное такой пик на видео покупках мне пришелся на прошлый год когда я сама делала покупки это конечно очень тоже вдохновляет посмотреть кто что покупает сделать для себя какие-то заметки что вот мне тоже такое надо да у меня этого тоже нет вот на сегодняшний момент я гораздо меньше смотрю видео покупках потому что в основном покупки повторяются очень редко можно увидеть что-то что-то новенькое в общем то например если брать аксессуары то на сегодняшний момент все те аксессуары которые девочки покупают вот показывают в покупках но для меня не новинка потому что это уже когда-то где-то было вот и уже показывали возможно видео пока в видео покупках или сама я покупала вот и как бы поэтому даже мои покупки вот я так думаю что тоже ничем новым к сожалению похвастаться не могли бы если бы я сейчас что-то сделала какие-то покупки но слава богу пока желание мне такого нет и необходимости тоже и еще наверное почему я например сейчас не хочу ничего покупать потому что если меня вначале был такой небольшой небольшой коробок с моими запасами там пару наборов до всего то сейчас это у меня же шкафчик специально куплены для моих вышивальных запасов и он полностью забит и уже даже не хватает места порой что-то класть и поэтому для меня это такой тоже такой критерий того что но наверное хватит делать покупки потому что у меня уже есть все в общем то я могу сказать что на сегодняшний момент у меня есть все и набора который у меня есть и я не знаю это на сколько лет вперед но много лет вперед и материалы и все 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 а я не люблю как бы когда много вещей и я не люблю когда они разложены где-то одна часть там другая там и поэтому меня очень раздражает когда уже некуда класть например что-то новое да что я купила и приходится занимать какое-то дополнительное место где-то вдруг в другом шкафу или в другой на другой полке я считаю что это уже идет перебор вот так что на сегодняшний момент я не покупаю ничего в общем и не стремлюсь ничего купить и видеопокупках смотрю достаточно редко второе изменились ли ваши траты на вышивку после знакомства с youtube да конечно изменились потому что youtube он стал в общем-то тем той отправной точкой с которой начались мои такие бешеные покупки если брать сайты вышивки форумы то там конечно такой громадной информации за там я не знаю за 10 минут и не получишь на если ты посмотрел 10 минутное видео о покупках какой-нибудь живальщица то ты за эти 10 минут получил огромное количество информации новые наборы и какие-то аксессуары и там материалы и все 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 и хочу да если меня нет я этого хочу я хочу тоже попробовать я там не знаю вот мне понравился этот сюжет ну и так далее вот и поэтому вот наверное youtube он конечно очень сильно повлиял именно наверное с того момента как я начал смотреть видео у меня начали появляться большие аппетиты и я стала покупать 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 на сегодняшний момент я понимаю что у меня уже есть все вот и и наверное уже youtube на сегодняшний момент на меня так сильно не влияет если у вас лимиты ограничения в вышивальных рукодельных покупках да есть значит у меня я трачу только деньги те деньги которые как бы у меня на личные расходы даются то есть как вам сказать у нас есть семейный бюджет и есть определенная сумма денег которую мы с мужем получаем скажем так да ежемесячно на свои личные расходы то есть мы какую-то определенную сумму денег с ним обговорили и каждое значит ежемесячно получает чтобы просто не разбазаривать семейные деньги потому что если все будет бесконтрольно то просто можно остаться извините вообще с пустым кошельком поэтому я рассчитываю только на тот на ту сумму которая у меня есть ежемесячно порой конечно я вот в прошлом году такое было я залазила в долг семейный бюджет но я потом со своих личных денег все это возвращала обратно вот я считаю что это правильно что лимиты должны быть потому что если их не иметь если просто вот так вот ну скажем так беспорядочно все время покупать покупать из семейного бюджета то можно просто слететь скажем так с катушек да и потратить огромную день сумму денег вот а как бы хобби она все-таки лично моё хоть я и вышиваю так сказать для семьи да но даже если я не буду вышивать семье от этого хуже не станет я так думаю и поэтому в первую очередь это нужно мне поэтому это лично мои расходы ну может быть если кому-то там что-то собираюсь вышить например там я не знаю кому-то из друзей там родственников то ну возможно да раз на расходы на материалы я и возьму семейных денег но пока такого скажем не было основном там подругам и все такое но это все как бы я все равно берем свои расходы так что да лимит у меня есть и я считаю что он должен быть считаете ли вы выгоднее покупку набора или отдельную покупку всех материалов в том числе оригинальной схемы но здесь надо разграничивать если это наборы отечественного производителя например риолис овен золотое руно то конечно лучше купить сразу набор это будет гораздо дешевле что а если например брать наборы немю миробилия да в принципе тот же дименшинс если это какой-нибудь такой дорогой дименшинс то я считаю что лучше но дешевле будет купить материалы на своем личном опыте я это тоже знаю потому что я покупала материалы на миробилию то есть я полностью купила все материалы я купила схему то есть даже не скачанная схема там откуда-то с интернета да все это я покупала по отдельности не готовый набор и все это покупала я со скидками в разных магазинах скидки зачастую были очень хорошие и и конечно же у меня общая сумма собранного мною набора ну как минимум в два раза меньше чем если бы я покупала миробилию готовым набором это конечно гораздо выгоднее вот но и тем более давайте не будем забывать то что если допустим тот же дименшинс собирать собственноручно то конечно ниточки например можно заменить на бестекс там я не знаю на пенк на пнк на гамму и понятное дело что это будет гораздо дешевле чем если покупать оригинальный набор каком-нибудь gold и в общем то все мы наверное видели и не раз как девочки вышивают собственным подбором другими ниточками и выходят порой даже один в один вот так что да если это какой-то иностранный дорогой производитель то конечно же дешевле собрать материалы а если это наш отечественный производитель то да надо покупать наборами потому что я себе например не могу представить если мне захочется вышить какой-нибудь риолис который шерстью да то что не надо покупать и эти шерстяные ниточки и где-то схему эту скачивать там я не знаю ну вот геморрой честно говоря мне кажется то на то и выйдет вот ну вот это мое мое личное мнение я думаю многие со мной согласятся на чем вы готовы сэкономить я так понимаю на чем вы готовы сэкономить в вышивке конкретного наверное сюжета да если там подбираешь сам материалы ну наверное я была бы готова сэкономить на нитках ну я например покупаю всегда нитки dmc то есть изначально когда у меня еще так сказать не было они тогда в наличии я вышивала наборы мне нужно было вышить какую-то авторскую схему и нужно было как бы выбрать производителя нитки которого я буду все время использовать то есть чтобы постепенно постепенно они собирались были у меня всегда нитки одного производителя выбор у меня был так я живу в германии да то выбор у меня был между ниточками dmc и encore потому что пнк и с россией заказывать было бы дороговато вот или летом когда я езжу на родину да покупать как бы тоже было бы неправильно совсем потому что ниточки нужны в общем-то в течение года а нитки я покупаю именно под конкретные схемы а не сразу беру там не знаю полностью всю палитру или там часть палитры в этом месяце часть палитры в другом нет и я не хочу покупать полностью всю палитру ниток ну потому что я так подозреваю что часть этой палитры будет просто не использована поэтому я покупаю только под схемы и да я выбрала нитки dmc так как у нас здесь нитки dmc на ebay можно купить от пятидесяти пяти центов до шестидесяти пяти центов один моток но наверное для жителей там снг может быть это не так уж и дешево но для нас тут в принципе это нормально нитки encore стоят дороже таких цен на них нет поэтому я выбрала нитки dmc можно было конечно купить китайские ну китайские я не купить не не стала на них останавливаться так как это все-таки синтетика вот что-то бумажные нитки понятное дело это совсем другое вот но если например у нас здесь продавались нитки пнк они конечно были бы гораздо дешевле то я бы покупала нитки пнк они dmc у меня были еще и есть нитки пнк еще те советских времен которые по 20 метров были они мне очень нравятся по качеству я не знаю мне кажется сейчас они может быть даже в чем-то и лучше хоть они идут по 10 метров но цена у них конечно очень хорошая и я думаю что да я бы остановилась на нитках пнк это тоже хб это тоже хорошие нитки мерсеризованные как те же dmc да вот поэтому но я не думаю что они сильно уступают в качестве dmc поэтому да я готова была бы сэкономить на нитках в принципе вот в остальном на чем еще можно сэкономить на основе ну например я не стану вышивать если это частичная зашивка на конве я на конве буду вышивать если это полная зашивка до на равномерке или на льне полную зашивку я делать не стану но это тоже своеобразная экономия потому что смысла не вижу если полностью зашивается поле то ну ткань да то и и не будет видно то мне кажется лучше всего вышивать на конве ну и все в принципе на чем еще больше ни на чем бы не сэкономила шестой вопрос ищите ли вы где подешевле или покупаете полюбившиеся наборы безотлагательно в ближайшем интернет-магазине не тратя времени на поиски более выгодного предложения да я еще где подешевле я ищу скидки я не стану покупать интернет-магазине если там не будет скидки аксессуар или набор ну например есть такой магазин казачинина достаточно дорогой в общем-то все жители европы с ним знакомы те кто увлекается вышивкой и я там покупаю исключительно когда скидки не бывают скидки 30 процентов и в общем-то за очень хорошую цену можно купить и наборы и аксессуары без скидок я просто ну и считают деньги на ветер то же самое на амазоне там у них тоже есть такие магазинчики американские которые продают наборы и у них тоже иногда бывают очень хорошие скидки да я могу в общем-то сказать что да конечно я жду скидок если мне что-то нравится какой-то набор то я его откладываю а потом когда вижу что в магазине скидка я покупаю а если тут еще написано или покупать полюбившийся набор безотлагательно нет не покупаю нет у меня такого нет безотлагательные я не не покупаю я буду ждать скидку ну например с фуджико у меня было то же самое не очень хотела пробовать вышивать его этого производителя вышить в принципе любой набор и я его даже на амазоне нашла ну есть одна фирма которая продает эти наборы но у них цены там пятьдесят шесть и по моему ниже не бывает но там два процента скидки они максимум делают когда-никогда и и потом как-то я на одном из немецких сайтов вышивки увидела очень хорошие скидки на эти наборы они распродавали остатки и я купила набор за 35 евро вот ну вот такой конкретный пример дальше седьмой вопрос падки ли вы на скидки бывало ли такое что вы покупаете набор только потому что на него была большая скидка да я падка на скидке я могу сказать что я не буду покупать если там огромные скидки я не буду покупать все равно то что мне не нравится вот если я вижу что мне что-то понравилось туда я куплю а грести все прям лопатой скажем так вот потому что только скидки не такого я делать не стану потому что это все равно деньги на ветер пути со скидками вот да было такое и по 50 50 и по 70 процентной скидки были куплены наборы как бы те которые мне понравились вот и ну да я с я падка на скидки наверное так но не бездумно опять же я все равно всегда думаю о том что я покупаю и что я потом с этим буду вообще делать вот куда это все приспособлю были такие покупки которые я купил на наборы которые купила с тем чтобы потом их обменять я знаю точно что я их обменяю потому что один набор я уже обменял а вот и поэтому до бывают и такие у меня покупки восьмой вопрос имели ли вы опыт перепродажа набора схемы если да то где вы это делали это продажа была связана с покупкой чего-то нового для рукоделия нет у меня таких у такого опыта у меня нет никогда ничего не продавала ни схема не набора и ничего вот здесь на что меня набор дименшенс на два отечественных набора реолис и овен вот и все девятый вопрос если вам очень захочется редкий раритетный набор которые уже не выпускаются сможет ли вас остановить от покупки заоблачная цена или для вас цена не имеет значения для меня цена имеет значение заоблачная цена для меня конечно меня остановит в покупке если мне понравится какой-то там раритетный набор которых стоит там и не знатым 80 например даже до евро вот я конечно его покупать не буду скорее всего я буду искать возможность найти в интернете схему от этого этого набора или возможно если найду отшивы у девочек там на форуме там где-то я не знаю то я прошу возможно остатки естественно купить вот или схему ксерокопию там какую-то я не знаю в общем что такое буду наверное искать какие-то такие выходы и сама собственноручно будут подбирать уже нитки но покупать я за большие деньги не буду да для меня цена имеет значение но я не осуждаю тех людей которые покупают за большие деньги те наборы которые им там очень сильно понравились я их очень понимаю таких людей я просто наверно не настолько увлеченный человек чтобы делать такие дорогие покупки для своего хобби а если человеку очень понравился раритетный набор и он точно знает что он его вышит и он тут же его вышивает и потом этот набор висит уже в готовом виде скажем так в виде картины да на стене и радует его то ну я не знаю я могу только похвалить таких людей то есть они потратили те же 100 евро на свое хобби на то чтобы доставить себе удовольствие удовольствие своим домочадцам вида это красивая картина вместо того чтобы пойти не знаю прогулять где-нибудь эти деньги да это тоже неплохо и я считаю что я не знаю я не осуждаю в принципе когда люди тратят такие деньги другое дело когда человек покупает какой-то дорогой раритетный набор и у него лежит и он в итоге вы не вышивает и в общем вообще непонятно зачем он его купил сюда чтобы было вот вот этого я немножко не понимаю но когда это действительно увлечение и она идет впрок то есть ты покупаешь ты вышиваешь ты получаешь удовольствие более того ты когда купил за эти большие деньги этот набор у тебя тебя не давит жаба то есть ты абсолютно удовлетворен то начать все нормально все в порядке ну я нет я не готова пока делать такие покупки дорогие потому что видимо я просто не настолько фанатею наверное от вышивки да мне нравится вышивать но я видимо не скажем так не фанат не такой большой фанат вышивки ну в общем то это был последний вопрос спасибо юлии бордо за вопросы за интересные это в общем то для всех нас очень актуальные вопросы и поэтому наверное я решил ответить на этот тег ну я всем желаю конечно же успехов в нашем общем хобби приятных покупок больших скидок вам вышивальных сюрпризов подарков и приятных покупок до следующего видео до свидания а